Рад вас их видеть, как вы наверное уже знаете, Sony недавно обновили свою консоль и выпустили специальную программу для стрима PS4 на любой компьютер. И сразу же практически все техноблогеры выпустили видео о том, как они подключают Sony к своему ноуту. А есть ли вообще смысл стримить игры на ноут, если на него можно устанавливать игры и спокойно играть? Куда лучше, как мне кажется, использовать именно Windows планшет для этих целей. Портативная консоль, можно сказать, всегда с собой, только надо не забыть захватить с собой геймпад. Когда я начал скачивать программу PlayStation Remote, пролистывал сайт вниз и обнаружил системные требования. Там указан Intel Core i5-560M, процессор 2010 года выпуска, но как оказалось в моем планшете процессор еще слабее. Intel Atom Z830, который судя по бенчмаркам в два раза слабее рекомендуемого процессора. У меня реально закрылись большие сомнения и моя идея по превращению планшета в мега портативную консоль могла накрыться медным тазом. Но вы смотрите это видео, значит все в порядке. Даже на самом дешевом китайском планшете можно запустить PlayStation Remote. При первом запуске программы PlayStation Remote требуется ввести данные от учетной записи консоли, с которой мы собственно и будем стримить. После чего появляется вот такое вот простенькое окно, где всего две кнопки настройки и запуск. В настройках мы можем выбрать разрешение, в котором будет проводиться стрим, частота кадров и собственно на этом все. 360p, 540p и 720p. Я оставлю стандартное 540p. И так. И дальше нам необходимо будет подключить беспроводной контроллер с помощью USB кабеля. Я не знаю по какой причине, но подключение по Bluetooth, джойстика по Bluetooth соединению невозможно. Мы сейчас живем в 21 веке, Bluetooth есть чуть ли не в каждом ноутбоке и сейчас уже даже Bluetooth с Wi-Fi встраивается в материнскую плату. Можно было бы подсуетиться и выпустить дрова для беспроводного подключения геймпада. Тем более, что все джойстики от PlayStation 4, они все беспроводные. Ну что ж, давайте запущим, запустим, посмотрим. Итак, сразу хочу сказать, что консоли у меня сейчас как таковой в квартире нет. Она находится где-то примерно в 20 километрах от меня. Подключена она точно, я знаю, к Wi-Fi и работает сейчас в режиме ожидания. Да, PlayStation 4 Remote выводит консоль из режима ожидания. И в любой момент можно к ней подключиться и она запустится. Правда, запуск будет немного дольше, чем обычно. Единственная проблема в дисках, которые требуются для запуска игры. Удаленную вставку дисков пока еще не придумали. Поэтому, если вы предпочитаете покупать диски, то у меня для вас, к сожалению, очень плохие новости. Слава богу, в консоли, с которой я буду стримить, в основном все игры куплены через магазин, меня диски не придется. В видео я немного ускорил, поскольку выход консоли из режима ожидания занимает некоторое время. Как вы видите, все заработало. Правда, видите, не на весь экран. Сейчас мы эту ошибочку исправим. Вы видите, есть возможность включить полноэкранный режим. Собственно, PS4 у меня на планшете. Давайте попробуем какие-нибудь игры. Запустим, допустим, шутер. Чтобы можно было оценить юзабилити. И что самое главное, на мой взгляд, это оценить задержку. Потому что какой бы быстрый интернет у меня не был, как ни крути, я более чем уверен, что задержка все равно будет. Но вопрос только, насколько она будет большой. И вообще, возможно, будет ли играть с комфортом и при этом получать удовольствие. Итак, наконец-таки Battlefront у меня загрузился и запустился. Самое время посмотреть, каково это. Играть с планшета на PlayStation 4. Такие ощущения, как будто я реально играю сейчас на PlayStation 4. Задержка вообще не ощущается. Единственное, что очень неудобно управлять... Лично мне не очень удобно управлять с джойстиком любых шутеров. Прицеливаться, но очень сложно. Единственный минус, я могу сказать, что противников, которые находятся вдали, очень плохо видно из-за того, что очень маленькое разрешение. Стрим сейчас идет, напомню, в 520. Но на планшете, как видите, выглядит все шикарно, поскольку тут всего лишь HD-разрешение. На Full HD мониторе, скорее всего, будет выглядеть все не так хорошо. Но на моем планшете все выглядит просто прекрасно. Чтобы показать вам задержку, смотрите, я сейчас... Вот видите, кнопка стрелять. Ну, ее нету. Я хочу вам так сказать. Ну, и как вы видите, ничего не лагает. Все очень плавно работает, как будто я играю реально в консоль. Вот сейчас вот, я не знаю, из-за чего, жестко подлагало, но... Так происходит очень редко, как вы сами, наверное, уже заметили. Ну, еще это связано с тем, что, скорее всего, так вот будет жестко подлагивать, то, что консоль сама подключена к Wi-Fi, и, возможно, кто-то там на другом конце провода что-то качает, как-то очень интенсивно пользуется интернетом и так далее. Но я думаю, с Battlefront'ом все понятно. Давайте что-нибудь другое попробуем. А, к примеру, я запущу Rocket League. Так, матч начался. Поехали, погоняем немного. Как ни странно, но вот в такие игры именно удобнее играть, нежели чем в шутеры. Поскольку противники, вот в том же Battlefront'е, противники, которые находятся очень далеко, их очень плохо видно на маленьком экране. Ну, и прицеливаться особо это и неудобно. Ну, собственно, кому как больше нравится. Еще в FIFA будет неплохо играть, я более чем уверен. Играю, как будто я прям реально у себя с консоли дома. Эх, пролетел мимо. Сейчас я тебя должен забить. Ну, красава же, а. Вот так вот. И теперь, знаете, о чем надо поговорить? О технической стороне. А именно, то, сколько же трафика потребляют игры в режиме стрима. В стандартном разрешении 520p у меня израсходовалось за 5 минут где-то 150 мегабайт. А это значит, что в минуту в среднем расходуется где-то 30 мегабайт. Если вы собираетесь использовать мобильные сети, то одного гигабайта вам хватит на 34 минуты игры. Однако, стоит учитывать, что если у вас очень плохое качество соединения 4G, то лучше вообще не запускать по мобильным сетям. Просто в пустую и стратите весь месячный пакет трафика. Если у вас безлимитный мобильный интернет от Йоты, то вам нужен будет самый дорогой тариф, который не имеет ограничения по скорости. Потому что скорость это именно то, от чего будет зависеть качество воспроизведения стрима. Кстати говоря, чуть не забыл сказать. Тщательнее в каждом Windows-планшете есть mini HDMI разъем и можно планшет использовать в качестве своего рода консоли. А для отображения картинки использовать абсолютно любой телевизор и экран монитора. На этом все у меня. С вами был Антон. Вступайте в наши группы ВКонтакте. Подписывайтесь на канал. Всего доброго.